Всем доброе утро, ребята! Утро у меня начинается со стаканчика воды. И просыпаемся, встречаем новый день. Сейчас будем завтракать. На завтрак у меня будет овсянка и яблоко одно. Сейчас я взвешу яблочко. Так, 113, ну там же, наверное, 140, 142 грамма это яблоко. И получается овсянка я сейчас взвесила в этой таре, вышло 120 грамм, 124. Я потом пустую банку эту тоже взвешиваю, посмотрю, сколько здесь овсянки. Ну, я думаю, грамм 100-110. Приятного аппетита! Здесь у меня гречка на обед, 50 грамм сухой. Я ее сейчас заливаю кипяточком. Вот так вот. Так, еще чуть-чуть. Да, хватит. Подсолю. Немноженько перемешаю вот это все дело. Все это у нас будет готовиться обед. Накрываем тарелочкой. Убираем. И здесь у меня минтай размораживается. И в сковородочке с ручком, с морковочкой все это дело приготовим. И будем вкусно обедать. У меня на перекус там, по-моему, орехи сегодня. Но из-за орехов у меня вот такие вот остаточки. Ой. Которые мне я не особо хочу есть. Там у меня половина яблока осталось с завтрака. Поэтому я либо его съем. И да, я его съем. И еще, наверное, чуть-чуть арбуза. А сейчас я себе налью своего холодненького. Своего холодненького. Что у меня с окончаниями слов? Это беда. Саша вчера пиццу заказывал. И я, конечно, ничего и не готовила. Как бы, ну, яйца есть. Можно было омлет сделать. Но зачем ему омлет, когда можно заказать пиццу? Вот у меня мой холодный чай с лимоном, с апельсином. Наливаем. И наслаждаемся этим вкусом. Ярким, насыщенным. Блин, много лимона. Я два кругляшка лимона сюда порезала. И как-то многовато. Что тут у нас? Здесь у нас рабочий процесс. Я продолжаю клеить, делать броши. Заколки доделала. Сейчас приступаю к губы-рошкам. Включила фильм про послеродовую депрессию. Про младенцев. Про то, как женщина рожает ребенка. Остается с ним наедине. Сначала, конечно, все поздравляют. А потом с этим ребенком нужно что-то делать. И про то, как важна поддержка близких. Мужа. В общем, кому интересно, такая тема. Вот название. Государственные дела и для женщин, у которых может случиться депрессии, ничего. Ноль. Никакого информирования о том, что за родами может последовать что-то отличное от розового единорога, прыгающего на облаке, не существует. Все порезали, покрошили, подсолим все это дело. И пусть это тушится. Все 600 грамм я сюда сразу скинула. Потому что это будет и обед, и ужин. И Саша придет голодный. Вот ссоры с ссорами, да, война войной, на обед по расписанию. Не хочу, чтобы он опять был голодный, заказывал пиццу. Поэтому тоже ему гречки сделаю. И рыбку с ментаем захочет. Пусть кушает. Пока курочка, курочка. Пока грудка. Как грудка ментай, пока ментай готовится. Я сейчас доем яблоко, которое я на завтрак не доела. 0 грамм, 33 грамм, 77 грамм. В копилочку к нашим калориям. Перекусываем и потом будем обедать. 170 грамм вареной гречки. Я уже тогда говорила, из 50 грамм сухой, получается 170 грамм вареной. Сюда сейчас добавим рыбку и огурчик. Ну что, у нас обед. Всем приятного аппетита. Здесь у меня 170 грамм гречки. 190 где-то грамм ментая. И огурец грамм на... Пакость какая. Огурец у меня грамм на 66 грамм. Я его сейчас завесила. По калориям я попозже посчитаю. Все, уже слюнки бегут. Приятного аппетита. О, ребята, я готова дать интервью по поводу этой большой тарелки обеда. Она была слишком большая. 170 грамм гречки. Это ладно, но рыбы 190 грамм. Можно было бы положить 150, а то и 130. Потому что последние три кусочка я уже чувствовала, что я сыта. Очень даже. Но вот этот вот голодный зверь внутри меня... Ооо... Доела я все, конечно, доела. Все, нельзя оставлять. Ты что? Ты что, не выкидывать же? Успокоила себя мыслью, что это был обед. Он должен быть плотным. Перекуса у меня, скорее всего... Скорее всего, не будет у меня перекуса. Оставлю немножечко минтайчика. Грамм 100, не больше, на ужин. И что там еще? Овощи будет и минтай на ужин. И все. А по перекусу, если что, я съем еще арбузика немного. Ну, как немного. 500 грамм арбуза. Это всего лишь 100 калорий. Немного. Подсчитала сейчас калории. Получается. Что у нас получается? Что я запомнила? Только калорийность огурца. 15 калорий на 100 грамм. У меня там было грамм 60. Я записала это как 10 калорий огурец. И 340 калорий у меня вышла гречка вместе с минтаем. Точно не помню, что именно там почем. Но обед, вот эта вся тарелка вышла на 350 калорий. Всего лишь-то я наелась. Я уже говорила, как я наелась. Итого за день у меня уже набрано 670 калорий. Да, я теперь прям в эти калории вообще никогда, никогда этим не занималась. 670 калорий набрано. Можно где-то 1100-1200. И то, наверное, сегодня будет прогуляться мне. Или нет. Или завтра. Не знаю. Набрано 670, а можно 1100-1200. И как раз у меня ужин будет максимум на 300 калорий. Там будут овощи и немного минтая. И будет арбуз. Скорее всего, будет арбуз. Ну, это тоже калорий 100. И все. Та-дам! Вот так вот. У вас одна секунда, а у меня несколько часов. И уже время ужина. Вот здесь у меня помидорка достаточно такая среднекрупная. Немного огурчика. Ну, вот эта вот тарелочка на 40 калорий. Я уже все подсчитала. Здесь минтая 100 грамм. Итого 140 калорий. Сейчас буду ужинать. Здесь мой холодный чай. Всем приятного аппетита, кто кушает. Итого у меня сегодня получилось 810 калорий. И еще я себе оставила на вечер арбузик. Полакомиться немного арбузиком. И, в принципе, я более чем укладываюсь в свой рацион. Даже немного недоедаю. Ну, опять же, сидячим образом жизни я хотела сегодня пойти прогуляться. Но жара 31 градус показывает. Я думаю, часов 8. Если будет все хорошо, все срастется, я пойду прогуляюсь до магазина. Куплю опять апельсинки. У меня нет, чтобы сделать чай. Ромашку зайду в аптеку и возьму. Потому что ромашка тоже кончилась. И прогуляюсь, пожгу калории. Я все-таки собралась и пошла сжигать калории. Потому что у меня на калориях написано 340. Я сегодня по квартире сожгла. Меня это немного утручает. И перед арбузиком я решила прогуляться. Вообще, я ходила до Вайлдберриса. У них, у Вайлдберрис появилась новая функция. Это возврат товара. То есть, тот товар, который с браком, например, или от... Да, который помечен как брак, или клиент от него отказался. Вы теперь, мы теперь якобы можем вернуть товар в пункт выдачи, ближайший к нам. И забрать. А не отправлять на утилизацию. То есть, мы можем решить либо отправлять, либо сделать возврат. И все. Я 10 и 11 числа оформляла эти возвраты. Сейчас сходила до Вайлдберриса. Показала девушке этот QR-код. Она посмотрела, говорит, нет, ничего нет. И статуса нет, что товар в пути, либо товар в пункте выдачи. Ничего не написано. Ну вот она мне просканировала. Говорит, нет, пока ничего нет. Подождем. Вообще, конечно, функция крутая. Если теперь товар, который возвращает клиент, мы сможем возвращать себе. Если до этого в разделе проверка товара мы могли нажать либо утилизировать, либо возврат товара. Но если мы нажимали возврат товара, он возвращался обратно в продажу на Вайлдберрисе на сайте. А сейчас возврат товара, это уже реальный возврат нам на руки нашего товара. Хотела кружочек возле дома сделать небольшой, но пошла подальше. А вообще, вчера читала наши новости, ВКонтакте сидела, листала, и оказывается на этом маршруте, по которому я гуляю. Вчера чуть ли не напали на девочку, которая шла, но она шла поздно домой вдоль леса в 3 часа ночи. И какой-то парень то ли за ней побежал, маньяк, то ли кто он. Ну, скорее всего, маньяк, так было написано. Но она успела от него убежать, как-то вырвалась. Поэтому вообще придурков хватает. Не стала заходить в Пятерочку, посмотрела, что там очереди. Думаю, из одного апельсина. В принципе, он мне не так уж и нужен. В аптеку зашла, взяла ромашку, заварю себе свежий чаек. И я что хотела еще сказать? По поводу вот этого происшествия, да, девочка шла домой ночью, поздно, одна. И самое главное в комментариях, самые первые это женщины, которые с такой долькой злорадства, знаете, вот эти вот комментарии на первых местах. Нормальные девочки дома сидят, они уже десятый сон видят. А что это она ходила, шаталась по ночам, по лесам, по этим шла. Небось, она там в юбке шла. И вот это вот все в этом духе, знаете. Я так почитала, тоже думаю, да. Женская солидарность у нас очень слабо развита. Ладно, ребят, мне кажется, я опять затянула немного в ложек. Я сейчас сяду его, быстренько вам смонтирую. Сама нарежу арбузик. Арбузик. Сегодня мы с вами уложились где-то в районе тысячи калорий, все так же. Поэтому вам спасибо за просмотр. Спасибо всем, кто ставит лайки, кто подписывается. Всем хорошего настроения и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok